Айслу, очень приятно познакомиться с вами. Взаимно. Я хочу поговорить о том, как вам удается, будучи женщиной, выстраивать бизнес еще с таким долгим сроком. Обычно женщины что-то начинают и на полпути потом понимают, что семья важнее, дети перетягивают и как-то уходят все равно обратно в семью. Как вам удалось? Можете немного рассказать о себе? Откуда вы, как вообще родилась идея создания бизнеса? Я сама из города Ижевска. Это небольшой город, в котором, собственно, я родилась. И мой путь именно бизнеса начался как раз-таки параллельно с материнством, потому что, когда я ушла в декрет, я поняла, что работать уже как наемный рабочий я уже больше не хочу. И хочу создавать что-то свое, реализовываться. И начала смотреть вариации, как я могу реализоваться в мире. Была задача нести что-то доброе, халяльное, светлое, теплое. Ну, то есть не просто ради бизнеса, а нести какую-то миссию. И, в общем-то, когда появляется какая-либо в жизни цель, намерение, оно, как правило, всегда реализуется самым лучшим образом, если оно искреннее. И, таким образом, появилась возможность открыть небольшую совершенно студию. Это было 10 лет назад, в 2013 году. У меня тогда старшему ребенку было 4 месяца. Ну, в общем-то, хотелось действительно... Был такой некоторый страх оставаться дома, что остановится моя жизнь. И вот я такая осталась только дома-дома, семья, дети, и немножко потеряюсь в этом. Вот. И спасибо моему старшему сыну, который бесконечно рыдал, когда родился. Первая малюсенькая студия на два мастера на 80 квадратных метров. Открылся небольшой салончик, и мы начали развиваться. На самом деле, могу сказать с уверенностью, что с первых дней у нас уже был хороший поток, потому что сама структура бизнеса как бы такая добрая, классная, направлена на здоровье, на расслабление, на отдых. То есть сама ниша выбрана, наверное, изначально правильно. Вот. И далее у нас случилась такая ситуация, что у нас был арендный бизнес, и нас попросили съехать оттуда, потому что здание человек выкупил, в котором мы находились. Вот. И тогда оказалось, что это трагический момент, что нам придется съезжать со всеми, со всем своим оборудованием, с мастерами. Но на самом деле вот эти трудности, когда ты их проходишь действительно достойно, ты понимаешь, насколько вот реально Всевышний тебя любит и дает тебе такие испытания, которые тебя взращивают, реально взращивают, потому что это было в моменте трагично, но потом это дало мне возможность купить собственное помещение, сделать там ремонт, расшириться, взять уже не двух мастеров, а четырех мастеров, тем самым увеличиться в потоке, в доходах и так далее. И таким образом потом был второй, вторая локация, третья, потом нас пригласили в город Сочи, курорт Роза Хутор нас пригласили, я после переехала в Казань, решила реализовываться здесь. Еще город мы брали Тюмень в прошлом году, и в городе Нижнегранске нас тоже мы были приглашены уже, то есть когда мы заявили о себе как качественный классный продукт, сейчас уже на нас выходят люди и приглашают нас встать на их площадку, то есть в каком-то городе, допустим, например, Роза Хутор курорт, они, посмотрев, как мы работаем в горке в городе, это рядышком соседней, получается, Олимпийская деревня, они нас сами пригласили встать к ним на площадку. Таким образом развивался бизнес от маленького-маленького салона к сети, в которой уже сегодня 10 лет, и на самом деле это большая гордость, радость и благодарность, то, что так все складывается. По поводу, сразу отвечу на вопрос, по поводу совмещения семьи и детей, это на самом деле классная мотивация, когда растешь ты вместе со своими детьми, и они у меня такие же маленькие бизнесмены тоже все время со мной ходят, а мы тут такой бизнес придумали, а мы хотим, как ты, и это на самом деле настолько здорово, потому что ты растешь, они растут вместе с тобой, и есть такая же классная английская пословица, да, не воспитывайте детей, воспитывайте себя, они все равно будут точной копией вас. Вот, поэтому я в этом на самом деле нахожу огромный ресурс, нежели какое-то отягощение в этом. Вот. Классно. А почему именно остановились на СПА-салонах? Вот какая-то мечта о детстве или... Откуда вот идея появилась? На самом деле идея появилась сама по себе, потому что не то, чтобы я мечтала или разбиралась в тайском массаже или вообще в массажах, на самом деле получилось все гораздо проще. У меня был запрос на то, что я хочу создавать что-то свое, пусть микродело, но мне хотелось его создавать. Вот. И просто мы смотрели все предложения. Одно из предложений было тайский СПА-салон. Причем в тот момент это был очень дорогой бизнес, потому что это был арендный бизнес был. И вход в него был очень дорогой. То есть, чтобы вы понимали, 10 лет назад это было за 80 квадратных метров 3,5 миллиона рублей. Ну, это сейчас-то кажется жуть как дорого, да? А 10 лет назад это было космически дорого. Вот. Но я внутри вот реально просто почувствовала, что там хороший большой потенциал в этом. Во-первых, есть эксклюзивность бизнеса. То есть, это все-таки иностранцы. У меня тайский, балийский массаж. Я привожу иностранцев в зарубежье. И я поняла, что здесь есть эксклюзивность некоторая, да? То есть, эта ниша была достаточно свободна 10 лет назад. И можно было легко конкурировать на этом. Поэтому тут, наверное, сложилось несколько факторов, которые в итоге привели, ну, как бы к такому хорошему развитию. Ну, и само позиционирование себя, да, позиционирование своих салонов, оно тоже очень сильно влияет на развитие салонов в целом. И вы сейчас только в рамках вот этого бизнеса «СПА-салонов». В другие никакие бизнесы не ушли? Я параллельно открывала несколько бизнесов. Могу сказать, что не все мои были бизнесы прям потрясающе такие же хорошие. То есть, у меня есть опыт бизнеса, в котором я просто закрылась в ноль, например. У меня была клининговая компания, которую я открывала в партнерстве. И я ее закрыла просто потому, что совершенно друг... Очень много трудозатрат, например, но я уже знала, как, например, зарабатывать деньги по-другому. И я знала, как заработать большие деньги с меньшими энергозатратами. То есть, когда мы заходим только впервые в бизнес, да, нам кажется, мы сейчас ради денег вообще все костями ляжем и будем тут работать, любую-любую мне работать, да, я сейчас за деньги все сделаю, да. На самом деле, когда заходишь в бизнес, проходишь первые этапы вот эти вот все... Когда ты сталкиваешься с первыми проблемами, когда не хватает денег, или наоборот, когда приходят первые деньги, начинается некоторая переоценка. И ты понимаешь, что, например, за определенную работу, за определенные действия я могу брать такую сумму. И в какой-то бизнес уже не нужно входить, потому что ты его уже начинаешь считать, не просто летишь у него, да, а начинаешь его просчитывать, начинаешь понимать, что какие трудозатраты на это пойдут, какие энергозатраты пойдут, какие финансовые затраты пойдут. И окупаемый лет, то есть бизнес ради бизнеса уже стал неинтересен. А в клининговой истории это было именно таким образом. Поэтому я просто продала, ну, закрыла в ноль, условно говоря, да. У меня был бизнес с корейской косметикой, который был просто там тоже на шару, вот честное слово, как бы я закупила корейскую косметику, ну, сейчас попрет, ну, как бы, да. А на самом деле так не прет бизнес. И если ты берешь, я всегда сравниваю бизнес с детьми. То есть это некоторый ребенок, которого ты создаешь, да, там, рожаешь, условно говоря, вот ты его создал. И все, и ты его, если ты его просто бросишь, как бы, да, ну, вряд ли он там сам по себе быстро, как бы классные результаты даст. Нужно научить его стоять самому на ногах, да, там, кормить туда-сюда. То есть когда вот эти все процессы, именно операционные процессы поставлены, тогда, да, тогда можно отпускать бизнес. Но у меня, например, была ошибка такая, что я бизнес-то вложилась в него, условно говоря, и оставила его. Он у меня не вырос. То есть он у меня там, косметика осталась, мы какую-то распродали, какая-то так и осталась. Ну, в общем, потому что считать нужно прямо четко, грамотно. Надо просчитывать все моменты перед тем, как войти в бизнес. И надо закладывать все риски. Вот. А вообще по образованию вы кто? Вообще у меня экономическое образование, экономика управления, общественное питание и торговля. Все-таки к финансам близки были изначально. Да, изначально близка к финансам. И вообще математика всегда была такая моя стихия, мне всегда это нравилось. Ну, и вообще вопрос, наверное, экономического образования, он очень классно раскрывает. То есть это прямо интересно. И я всегда говорю, когда даже люди заходят просто в бизнес, нужно заходить туда как в интересную игру. Не так, что вот там бизнес, деньги, сложно, все непонятно. Я всегда говорю, берем как компьютерные игры. Заходим туда и начинаем играть в уровни. Так, первый уровень, например, там, знакомимся с юридической основой, да, там, система налогообложения и так далее. Так, хоп-хоп-хоп, этот уровень прошли. Идем в следующий там, да, сервис, например, продажи. Тут прошли следующий уровень. Или, например, не прошли, снова вернулись сюда. И вот так вот поэтапно мы поднимаемся в своем бизнесе и растем. То есть я за более легкий подход, грамотный, спокойный, потому что сейчас, это я сейчас к такому подходу, потому что в старте я реально допускала. Да, с опытом. То есть я в старте, я помню, у меня были такие жесткие переживания от незнания просто. У меня там были и ноутбуки, выброшенные в окно, и на капельницах успокоительных, да, потому что ты не знаешь, ты сталкиваешься с этим, и просто ты эмоционально не можешь это все вывести. Поэтому сейчас я, конечно, за то, что приходит, например, какая-то ситуация, и ты в нее играешься, разбираешь ее, думаешь, как. И наоборот, когда такой подход, ты с таким некоторым азартом даже это все решаешь, оп-оп-оп, вышло, и дальше следующее, что интересно. И поэтому есть мотивация развиваться дальше, открывать новые салоны, входить в новый бизнес, коллаборироваться с кем-то. Ну, то есть это некоторая мотивация получается внутренняя. Да, классно. Я на самом деле тоже с экономическим образованием, поэтому понимаю, почему вам удалось именно строиться в бизнес, наверное, исходя из того, что знакомство с цифрами есть, и понимание, как строится дебит-кредит, как свои расходы и доходы потом сложить. В том числе, да. Это хорошая база на самом деле. Экономическое образование, оно как бы дает свои плоды согласно с вами. Да, скажите, а что вы больше всего любите в своем деле? Больше всего люблю обратную связь, наверное, своих гостей. Это для меня отдельный такой поток энергии, когда ко мне приходят мои гости, и они говорят, Силу вот прям вау, прям классно отдохнуло. У меня есть одна история, она была уже достаточно давно, лет 8, наверное, назад. У меня был еще тогда один салон в Ижевске, и одна женщина, она преподаватель, и она приходила к нам на массаж. Один раз в месяц стандартно, она всегда приходила. Тогда массаж стоил 2000 рублей у нас в Ижевске. И она приходила к нам, и я ее как-то застала, я говорю, здравствуйте, вот вижу, что вы к нам нас посещаете, как вы себя чувствуете после массажа. И она мне так говорит спокойно, говорит, вы знаете, Силу, я прям откладываю каждый месяц вот эти 2000 рублей на ваш салон. Я здесь отдыхаю, и потом не хожу в аптеку. Вот вообще просто не хожу в аптеку, не болею, вот здесь полностью собираюсь, отдыхаю, и все. И тогда вот, когда мне приходит вот эта обратная связь, это, наверное, самая большая любовь, которая меня двигает дальше, вот искренне. А вы масштабируетесь, получается, сами, да? Не через франчези, там, не так. Ничего. Пока масштабируюсь исключительно сама. Почему? Потому что был опыт общения с желающими купить франшизу, и пока я не вижу в России правильного понимания, по крайней мере, кто ко мне обращался за франшизой, именно франшизи, как, знаете, то есть они хотят купить франшизу как подарочный сертификат на бизнес. То есть они его покупают, а Силу все делают. Я такое не рассматриваю, потому что у АСилу есть свои дела. Да. Но это западная схема все-таки, когда покупают бизнес, да, там собственник все это обустраивает, все, можно сказать, готовый бизнес уже продают. Это, конечно, не простое дело. Да, да. А я еще очень сильно, ну, как бы, вкладываю в сервис. Я очень сильно люблю свой бизнес. Для меня важен каждый отзыв. Я туда вкладываю душу. То есть когда меня спрашивают, для чего ты открываешь эти салоны, да, там, по 8 штук, да, потому что для меня это место силы. Я прямо хочу, чтобы в каждом городе было место силы, куда приходит человек, восстанавливается полностью от всех своих забот, тревог, переживаний. Вот он пришел, его пересобрали, он отдохнувший, сильный, наполненный, пошел покорять мир, и все у него классно. Вот моя миссия такая. Я вас прекрасно понимаю, потому что вот буквально этой осенью тоже была в гостях у знакомой, и у нее тоже свой тайский салон. Я не могу передать свои эмоции, с которыми я вышла с салона, потому что это на самом деле прекрасное вот времяпрепровождение, уход за собой, и, можно сказать, вложение в себя, да, поэтому это на самом деле приятно, когда получаешь такую положительную обратную связь. Скажите, а вы задумывались о миссии все-таки, какова же она, выстроить бизнес, родить детей или что-то, нечто большее? Я считаю, что на самом деле, если говорить про миссию меня как человека, она, наверное, настолько многогранна, насколько, то есть, дает нам всевышние возможности реализовываться, и одно не исключает другое. То есть, это и материнство в первую очередь, да, у меня двое очаровательных детей, в первую очередь, это материнство, реализации как бизнес-человек, человека в бизнесе, да, потому что мне дается такая возможность, и даже, например, платить зарплату, да, людям, создавать трудовые места, это ведь тоже определенная миссия, да, для меня лично, в любом случае. Это и, то есть, для меня жизнь, она настолько многогранна, и сколько грани мы готовы в себя впустить и через себя пропустить, вот это и есть миссия. Вообще, миссия моей жизни, это, наверное, быть самой счастливой в любви, и это транслировать в мир через своих детей, через свои салоны, через своих клиентов, через руки своих мастеров. То есть, я считаю, что мир начинается вон с себя, и миссия вот внутри, быть счастливой, кайфовать от того, что ты делаешь, искренне, не так, что я, например, воспитываю детей, потому что, ну, не знаю, там, родила детей, вот надо воспитывать их, да, или там, создала салон, вот сейчас ради денег костьми лягу и буду это делать. Вообще, вообще не так, а наоборот, и состояние легкости, любви, радости, вот это вот сеять в мир, и чем у нас больше таких лучиков будет в мире, тем яснее будет наш мир, собственно. Понятно, спасибо. Вы что-нибудь еще хотели бы добавить сегодня? Да, я сегодня хочу рассказать, вот прямо вкратце скажу, потому что у нас сегодня последний день продаж нашего курса. Я, на самом деле, записала онлайн-курс обучающий, где я хочу обучить людей, которые хотят пойти в бизнес, которые где-то боятся, сомневаются, не знают, с чего начать, или люди, которые открыли бизнес и немножко выгорают уже, да, специально для таких, потому что было очень много запросов ко мне на эту тему, специально для людей, желающих пойти в увлекательный мир бизнеса, мы написали онлайн-продукт, классный обучающий продукт, в котором мы поэтапно рассказали, с чего начать, то есть с формирования идеи до реализации собственного бизнеса. Восемь блоков в течение двух месяцев, в которых мы будем рассказывать, как построить бизнес со всеми таблицами, модулями, картинками, видеоматериалами, аудиоматериалами, то есть чтобы у человека была некая поддержка и опора, с чего вообще начать, да, когда мы хотим приступить к какому-то действию. Первое, что нас смущает, я, например, делала анализ своей целевой аудитории, да, и многие просто не знают, то есть один из примеров, что девушка приходит ко мне и говорит, я хочу, например, зайти на Валберис, я говорю, окей, ты смотрела, с каким продуктом ты хочешь зайти, она говорит, ну, с комбинезонами, с помпой для воды, там что-то какой-то детский товар и так далее. То есть люди не знают изначально, с чего вообще стартануть. Вот, поэтому мы записали суперкурс сегодня для наших с вами слушателей тоже дадим ссылку со скидкой сегодня у нас на продаже этого курса. Я буду очень счастлива видеть вас, нас всех на моем курсе, да, и у меня еще есть личное наставничество, потому что еще одна из миссий про то, что мы с вами говорили, воспитать классное, крутое, свое, сильное окружение, потому что именно в сильном окружении мы можем расти. И когда мы взращиваем таких людей вокруг себя, значит, мы сами тоже растем. Одна из миссий сегодняшнего дня у меня такая. Классно. Я желаю вам удачи и думаю, что желаю процветания вашему бизнесу и успехов в обучении вашего стильного окружения. Благодарю вас за эфир. Успехов всем. Прошу искренне никого никогда ничего не бояться. Всегда идти до конца, поставить себе цели, быть уверенными в своей реализации, потому что все, что мы действительно искренне хотим, на все, что воля Всевышнего, обязательно всегда исполнится. Ну, вообще с Айсулу познакомились, Айсулу в семнадцатом году, да? Да, да. Нет, в шестнадцатом, наверное, в шестнадцатом году. Или в семнадцатом. Я в шестнадцатом году была на тренинге Шамиля Людива на офлайн-мероприятии в Уфе, да, и потом, по-моему, мы как раз познакомились с вами, да, Махер? Да, мы проходили, вот в Рамадан был, мисс Рамадан. Леонид Рамадан назывался проект. И вот как раз Айсулу там себя проявила с точки зрения, тоже, да, вот, активная была. И я даже с ней, у нас ролик есть, я ей ролик сделал. Да, 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 согласна. Вообще классно, вот я же говорю, то есть вот эти все коммуникации в итоге приводят к каким-то проектам, возможно, да, к дружбе, еще очень, вот это супер, когда люди коммуницируют в своем крутом, классном окружении. Мне кажется, сейчас многие женщины, особенно мамы, реально хотят так же заходить в бизнес, как вы, потому что у вас так все гармонично получилось. И, ну, когда вы рассказываете об этом, да, ну, даже ощущается, ну, видно, да, по вам, по вашему голосу, как вы уверены, и с радостью, да, с ощущением счастья вы рассказываете о своем бизнесе. Это реально очень круто. Я думаю, многие мамы тоже вот, которые застопорились, да, не могут двигаться, не знают, куда идти, и что им делать, чем заняться. Все-таки хочется своим любимым делом заняться, правильно? И вот, я думаю, для них уникальная такая возможность через такого человека позитивного, как вы, получить вот эти навыки, опыт, знания бизнеса именно. Потому что, ну, для многих бизнес – это что-то, ну, непонятное, что-то там типа взрослое, ну, понимаете, да. А тут молодая девушка и уже сколько лет в бизнесе, ну, как бы успешно его двигает. Благодарю вас. Да, мы хотели создать это, знаете, бизнес простым языком. То есть именно страшно заходить в бизнес. Мне самой было страшно, то есть, да. И вот чем проще нам будет объяснено это, тем легче. Тем более я всегда там максимально открытый человек, всегда на связи, чем могу всегда готова поделиться, рассказать. Поэтому создан, собственно, данный курс, чтобы люди заходили в это, реализовывались, становились богаче, счастливее со всех сторон. Поэтому, да, это классно. И совершенно не нужно бояться, мама вы или только не мама. И хоть как, на самом деле, вот в любом случае реализовываться для себя, в первую очередь для себя, классно. Для своих детей, для своей семьи, со всех сторон. Вот даже я, у меня, на самом деле, очень много друзей, мужчин в том числе, да, которые, как один, все говорят, что очень классно, когда женщины реализованы. И это не то, чтобы вы там зарабатывать должны какие-то огромные деньги, а это то, что у вас должна быть своя интересная, классная жизнь, которой вы живете. Ну, в том числе, да. И это может быть вообще бизнес даже на дому. У меня, например, есть близкая подруга, она плетет классные сумки сама, да, руками. То есть в свободное время она берет, плетет, продает. То есть, ну, то ведь тоже своя какая-то реализация, да. Поэтому на этом создает бизнес. Вот. Поэтому, на самом деле, очень много просто у людей в голове ограничений, что бизнес, это мне надо там 50 миллионов рублей, чтобы обязательно нам надо там построить какой-то супер там кафе, не знаю, пара конвектомата купить, что-то сложное, ну, такое я сейчас придумываю из головы, да. На самом-то деле, бизнес начинается всегда с идеи. И если у нас есть время, я сейчас быстро расскажу. У меня есть очень просто классный пример, когда один наш знакомый смотрел фильмы, очень любил смотреть фильмы, и создал интернет-сайт, где ему хотелось делиться с другими людьми, что они думают по тому фильму, ну, например, посмотрел Ситалик, да, и пишет там отзыв, мне кажется, что фильм такой-то классный, режиссер такой-то, актеры такие-то. И вот он начал этот сайт развивать тихонечко, люди начали к нему подключаться, подписываться, и он понял, что сайт нарастает, а его платформа, на которой сайт стоит, уже не выдерживает этого потока людей. Он подумал, что, вау, классно, надо искать инвестора, кто это проинвестирует. Он нашел инвестора, инвестор в него вложился, поставил его на более мощную платформу, они начали развивать, это развили очень классный вот этот вот сайт. Я просто сейчас не буду озвучивать, чтобы там никого, ну, как бы не озвучить, потому что я не согласовывала, что будем озвучивать. Вот. И далее просто, понимаете, этот сайт всем известный покупает Яндекс за несколько миллиардов, миллиардов рублей, понимаете, миллиардов. А все началось с того, что человек любил смотреть кино. И он сейчас реальный миллиардер. И как бы это реально, реальная история моего бывшего супруга, то есть друг. То есть это не где-то далеко, это вот живые люди. И так и бизнес рождается, то есть с идеей, когда человек горит своей идеей, когда человек хочет реально что-то сделать, всегда будет результат. Да, многие женщины, мне кажется, боятся еще, что не смогут уделять время семье, что большую часть времени придется уделять бизнесу, поэтому, конечно, многие останавливаются на этом пути. Тоже тут, на самом деле, очень спорно. Я считаю, ну, как я сейчас ни в коем случае свою философию никому навязать не могу, да, я считаю, что счастливая мама залог успеха семьи. То есть, если счастлива, мама приходит, допустим, домой реализованная, классная, успешная, не знаю, там денег заработала, реализовалась, с людьми познакомилась, и она, довольная своей жизнью, ну, уделила сколько-то времени детям, эти дети могут быть даже счастливее, чем мама, которая целый день сидела там с ними и где-то угнетенная тем, что она там только с ними, например, да, и я считаю, что детей вообще самое главное, наверное, долюбить, просто любить, а все свое они возьмут в любом случае, если есть возможность реализоваться. Я говорю, я расту со своими детьми вместе, то есть мы с ними едем, например, в машине куда-то там на завтрак, да, они говорят, так, мы такой бизнес придумали, мы в холле продавать начали, там какие-то конфеты, что-то так, ну, то есть у них мышление становится совершенно другое, и если мы можем заразить детей вот этим классным предпринимательским мышлением, это же супер, в этом тоже есть классный потенциал, можно посмотреть на любую ситуацию с разных сторон. Да, да, это тоже классный момент, когда мы можем заразить свое окружение, даже вот это ближайшее, да, это дети или еще вот там кто-то, ближайший круг родственников. Да, 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 да. У меня сын, вот, мне 10 лет, он мне недавно приходит и говорит, мам, я прочитала в интернете, значит, Тиндер уходит с России, мы сейчас в Телеграм-канале создадим какой-то сайт знакомств, и, знаете, он даже толком не знает, что такое Тиндер, ему 10 лет, но он уже где-то прочитал, что это такой сайт знакомств, он уходит с России, и мы сейчас будем, я говорю, как ты будешь развиваться? Он говорит, ну, я подумала, ты мне сделаешь рекламу в своем Инстаграм, чтобы все на меня подписались, я буду по 50 рублей за подписку брать. Ну, то есть, самое же главное мышление, да, что есть мысли, как заработать. Да, у него уже есть тема, что, как надо делать, да. Да, то есть какая-то ниша освободилась, он понял, это услышал где-то там, да, у себя, подумал, ага, значит, я могу занять эту нишу. Вот именно мышление, оно, конечно, супер решает. Согласна. Друзья, у вас есть уникальная возможность спросить, как начать бизнес с женщины. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Тем более, такой опыт. Конечно, конечно, для курс, вообще для всех, кто хочет, не знает, с чего начать, или, например, уже есть бизнес, но бывает такое, что, например, есть точка выгорания, да, когда ты вроде как что-то сделал, 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 и нет удовлетворенности от данного бизнеса, или ты понимаешь то, что, ну, вроде бы я уже все из него взял. Вот у меня на консультации где-то месяц назад была девушка, у нее салоны, ну, неважно, мужчина или девушка, да, хорошо, сейчас расскажу про мужчину, чтобы было понимание. был мужчина, он говорит, я продаю автомобиль, перекуп, да, я продаю автомобиль, ну, вот продаю два автомобиля в месяц, больше пока не получается, да, и мы с ним начали разбирать. На самом деле, пришли, начали с того, что я говорю, окей, зачем тебе деньги? Он такой сидит на меня, смотрит, говорит, ну, надо вот как бы денег. Я говорю, так, 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 стоп, подожди, для чего деньги конкретно? Давай, через рот по-русски. Для чего тебе деньги? Да, то есть, во-первых, мы там копнули, потому что не было как бы изначально ответа, да, во-вторых, мы придумали, как можно увеличить это все уже на имеющемся бизнесе. Создали и мотивацию, и вариации, как нам можно развить это все, да, и что самое интересное было, после нашей с ним консультации, мы с ним списались через две недели, он говорит, да, Ису, я не знаю, как мы это сделали, но у нас просто за две недели продались четыре машины, вот такой вот весь заряженный, типа, вау-вау-вау, как это мы сделали? На самом деле, даже где-то, немножко раскрыв свое мышление, посмотрев на вопросы, а что вам мешает зарабатывать деньги, а чего вы боитесь на самом деле, да, а почему вы до сих пор не зашли в бизнес, даже эти вопросы могут, на самом деле, снять огромное количество блоков, и вы взлетите в бизнесе просто на том, что вы уже начинаете думать по-другому, да, это вот как бы первый момент. Мужчины, женщины, девушка вот сейчас, про которую хотела рассказать, у нее постельное белье, и она говорит, ну, я вроде предела уже достигла, вот я зарабатываю свои два миллиона рублей в месяц, да, и все, я уже даже не знаю, вот как еще, вот что, я вроде хочу больше денег, но не вижу потенциала, как можно вырасти. Мы придумали пять, реально, пять вариантов, как еще ей можно развиться и просто умножиться в X10, потому что, ну, как бы, когда смотришь на бизнес со стороны, когда есть понимание, когда есть общие там, какие-то мастер-майнды мы проводим, да, одна голова хорошо, две лучшие, вот так-так-так-так, раскидали, реальная девчонка просто сейчас занимается, развивается, новое вдохновение пошло, поэтому это как раз-таки курс для людей, которые не знают, с чего начать это раз, или которые уже начали чем-то заниматься и перегорели немножко, хотят вдохнуть новой жизни, заработать больше. Ну, в общем, у меня такой настрой, чтобы все становились круче, богаче, лучше, сильнее, умнее, в общем, как-то так. Да-да-да, как говорит Шамиль Хазарат, сильнее, умнее, богаче, набожнее и богаче. Да-да-да. И вот, кстати, почему Шамиль Хазарат является одним из моих, вот прямо искренних, больших учителей, да, потому что он говорит о жизни в ее разных аспектах, да, и то, что классно реализоваться, например, в материнстве, да, супер. Я считаю, что каждая женщина, которая родила ребенка или там мужчина, который создал семью, реализовался, например, в семье, классно, супер. А еще классно реализоваться в бизнесе, а еще в исламе реализоваться, а еще в путешествиях, а еще в этом, в этом, в этом. Жизнь такая крутая, большая, объемная, да, и чем больше мы захватим возможностей, тем круче, лучше и насыщеннее будет наша жизнь. Сто процентов, согласна. Вот, готовы еще вопросы на любые ответить? Скидка у нас на самом деле 35, по-моему, процентов. Мне вот сейчас девочка, продюсер, которая занимается проектом, она сказала, что вообще цена у нас зафиксирована была 15 тысяч рублей, сейчас она 9 900. То есть она там как-то все посчитала. В общем, скидки все будут указаны на сайте, я ссылку пришлю, и там будет как раз ссылка, потому что до конца сегодняшнего дня мы уже завершаем все продажи, и с завтрашнего дня у нас начинается рабочий блок, то есть можно приобрести будет по ссылке для себя наше обучение. А из чего состоит обучение? Можете кратко по блокам. По блокам? Эх, я не распечатала сейчас блоки, знаю, что первое, это точно у нас мышление, именно это у нас первый блок, второй это как определить нишу, то есть там знаете как, я расписала, у меня, к сожалению, не распечатано перед собой, да, но там именно как определить нишу, как определить, раз, два, три, как отсортировать конкурентов, какой анализ пройти, как составить расчет входной стоимости, как составить срок окупаемости, то есть там сервис, продажи, открытие, расчеты, составление меню, ну, не меню, а прайсов, простите, пожалуйста, составление прайсов, бухгалтерский учет, бухгалтерский учет у нас ведет отдельный, то есть бухгалтер, то есть веду не я на обучающей программе, да, бухгалтер, который именно в этой сфере очень, там, знает все входы-выходы, то есть она расскажет более детально, информативно, да, у нас будут дополнительные спикеры, финансовый советник у нас есть, который тоже свой блок ведет, да, много, на самом деле, очень объемной информации, моя задача, чтобы человек, заходя ко мне на курс, реально понял, как легко реализоваться в бизнесе, почему мы разделили, например, на 2 месяца блок, потому что вы заходите, первый блок распаковываете, у вас видеоматериал, задание, которое вы должны сделать, да, то есть, например, просчитать входную стоимость вашего бизнеса, вам дается модуль, вам даются таблицы, чтобы вы полностью просчитали, окей, там, например, на этом задании сделали, далее, что теперь мы почти знаем нашу входную стоимость, допустим, она там 5 миллионов рублей. Следующее задание, мы считаем срок окупаемости, посчитали, например, срок окупаемости у нас 3 года, ну, окей, 3 года, нам подходит, да, тогда можем дальше смотреть, просто иногда мы, например, считаем бизнес, да, у меня вот недавно девочка пришла, она хочет, как я ей сказал, ты говорю, платную мечеть хочешь открыть, она говорит, я хочу открыть, где будут арабский, татарский, что-то там преподавать, и, в общем, там, культура, нравственность, что-то такое, вот, и мы с ней посчитали срок окупаемости, там, от 4 лет, ну, то есть, 4 года срок окупаемости, это очень большой в бизнесе, даже, ну, я считаю, да, потому что сейчас скорости очень сильные, и в долгосрок вот так сильно, да, я бы не рекомендовала, например, заходить, потом я привожу очень много примеров, ошибок, которые, например, допустила я, я купила арендованный бизнес, еще раз скажу, да, за 3,5 миллиона рублей, и когда мне сказали через полгода съезжай, потому что это здание купил другой человек, и я оттуда смогла только вынести своих таяк и, собственно, две картины, тут у меня прозрение пришло, что когда мы, например, заходим в арендованное помещение, значит, мы минимально вкладываем в ремонт, максимально вкладываем в декор, который, если что, вдруг мы взяли, собрали, продали, перевезли и так далее, то есть какие-то ошибки, на которых училась я, я о них рассказываю, и это, на самом деле, очень важно знать, потому что это может сэкономить очень много времени и денег, да, то же самое бухгалтер, брать его себе в штат или, например, взять его на аутсорсинг, да, если вы микробизнес, вам вообще не нужно заморачиваться о том, чтобы брать в штат себе бухгалтер, там, содержать его, платить налоги и так далее, да, вам легче взять человека на аутсорсинге, который раз в месяц вам будет звонить, это, на самом деле, стоит небольших денег совершенно, да, обслуживать вас, потому что сейчас штрафы гигантские, да, незнание законов не освобождают от их ответственности, соответственно, если вот такие вот моменты просто знать, вы сэкономите деньги, средства, нервы, вообще, да, это реально классный инструмент, чтобы взять и обучиться. У меня есть очень много примеров моих друзей-предпринимателей, которые, например, создавали ателье, да, девчонки многие любят создавать бренды одежды, и как люди, многие девчонки, заходя в этот бизнес, думают, что нужно открывать именно ателье, и когда мы начинаем просчитывать ателье или просчитывать на аутсорсинге отшив готовые одежды, тогда мы, вот реально, сколько мы не считали, гораздо круче, когда вы берете ателье на аутсорс и вкладываете деньги не в ателье, налоги, аренду и так далее, да, вы вкладываете в свой готовый продукт и в рекламу, и вы выстреливаете, и свои деньги отдаваете в разы быстрее, нежели чем вы вот здесь вот на этапе закупа материалов, там, этим занимаетесь, да, то есть вы тратите время на аренду, деньги тратите на налоги, на персонал, на обслуживание всего этого, да, хотя вы можете уже взять готовый продукт, уже быстро его продавать, начинать, да, положиться лучше в рекламу и уже отбить свои деньги, то есть вот такие моменты, их на самом деле надо просто считать, а если их не знать, то можно идти по стандартной теме, то есть по, ну, типа, ну, вот я хочу, например, бренд одежды, значит, мне нужно там своих партнеров обязательно иметь, и вот, в общем, я за более простые, правильные решения, и не побоюсь там где-то сказать, что у меня есть определенный опыт, знания в этом, и я готова ими делиться, чтобы как раз-таки уберечь новых людей, которые заходят в бизнес, от ненужных хлопот и, в общем, трат. Для этого и создавался курс. Вот. А можно вопрос? Есть какая-то более индивидуальная работа, то есть не с группой двигаться, а как-то в своем ритме, ну, и, естественно, чтобы больше был контакт с тобой? По поводу, да, у нас есть два варианта, вообще, на самом деле, курс, во-первых, у нас двух вариантов. Первый – это когда мы просто, у нас там пошаговый весь инструментарий, да, идет, вы обучаетесь, у нас есть два созвона в группе, когда мы разбираем все кейсы, мы отвечаем на все вопросы, то есть мы выходим в онлайне и всех-всех-всех разбираем. Опять же, когда мы разбираем других людей, где-то ответы приходят для нас самих, да, когда мы отвечаем на вопросы для других. Второй вариант у нас на курсе – это когда у нас там еще есть личная встреча со мной. Я очень люблю различные трансформационные игры. У меня тоже есть свои наставники. На трансформационную игру я приглашаю своего наставника, где мы будем играть в бизнес-игру. Либо у меня есть третий вариант – это личное наставничество, где мы идем в удобном для вас темпе, за руку, то есть беремся с момента того, что мы определяем нашу цель, к чему мы должны прийти, нашу точку А, нашу точку Б, и за два месяца мы приходим за руку к открытию оффлайн-бизнеса. То есть я это вижу именно таким способом, да, то есть взаимодействие. Я получила образование коуча, поэтому у меня есть некоторые прямо методики, в которых мы будем двигаться, чтобы не пропадала мотивация, потому что я знаю, что многие начинают, потом думают, ой, да, зачем мне это все тяжело, туда-сюда, в общем, и сливаются. Вот. Я, на самом деле, за то, чтобы довести дело до конца, реализоваться в нем. В крайнем случае всегда можно упаковать красиво, дорого продать, в любом случае в деньгах останемся, короче. Вот, если вкратце. Вот. Спасибо. Спасибо. Можно вопрос? Конечно. У меня вопрос. Недавно, вот два дня назад, у нас как раз произошел случай, да, мы хотели арендовать, мы ходили смотреть центр, семейный центр, там развивающийся садик, получается, они продавали полностью с персоналом, с детьми, 16 детей, но мы три девочки, получается, одна у меня с триллионерной тематикой, а другая, она тоже как бы знакомая, но не подруга, знакомая, и мы хотели втроем запартнериться, но вот вчера мы с мужем переговаривали, этот момент, три партнера, насколько это, мне кажется, это как что-то, ну, наверное, это какой-то риск, да, вот поэтому, насколько, как надо выбирать партнеров, и сколько собственников, наверное, собственник один должен быть, да, чтобы потом какие-то конфликтные вопросы не выходили, вот такая у меня чуть-чуть вопрос, насколько, как выбирать партнера, вот, наверное, так, они оба не педагоги, из них, из троих, получается, только я педагог, у меня пять лет стажа, и все, вот, вроде вот так. Хорошо, я поняла ваш вопрос, смотрите, по поводу партнерства, на самом деле, я тоже в некоторых салонах своих работаю в партнерстве, в некоторых салонах я работаю с инвесторами, то есть разные вариации взаимодействия у меня с людьми есть, и если говорить про, вообще, какое-либо партнерство, всегда, в первую очередь, я говорю, что нужно договариваться на берегу о том, кто, какую функцию хочет выполнять в данном бизнесе, то есть, смотрите, есть разные вариации, есть, когда человек, например, сколько в количестве партнеров, ну, три, это я считаю, что максимум, потому что иначе уже у нас начинается, то есть, инвесторов может быть несколько, но именно партнерство, которое решает операционную деятельность, которые ведут бизнес, ну, три, это прям максимальное количество, которое мы можем зайти, потому что иначе могут быть реально вопросы, да, и очень четко нужно проговаривать, кто какую деятельность готов за собой закрепить. на старте. Почему? У нас, например, очень часто бывает, что договорились, да, о чем-то между собой, и в итоге начинаются претензии к себе, друг к другу. Почему? Потому что мне кажется, что ты работаешь меньше, чем я, я больше времени провожу, или там, я больше денег вложил, и так далее. Тут, на самом деле, надо очень четко распределять, кто, например, если это, вы хотите партнериться все вместе, финансово одинаково заходить, и в деятельности одинаково заходить, да, или они хотят проинвестировать, а вы единственный педагог? Ну, они, да, в основном я буду там, да, в основное время я буду проводить и работать именно с персоналом, с занятиями, да, 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 да. Вот смотрите, если вы заходите в бизнес, и у вас финансовые вложения одинаковые, у вас в любом случае должна быть отдельно выделенная зарплата, я всегда говорю, тот, кто занимается операционной деятельностью, он всегда получает зарплату, потому что иначе вы начинаете выгорать очень быстро, реально, на энтузиазме мы далеко не уезжаем, да, и если вы заходите в партнерство, например, вы, во-первых, прописываете обязательно доля, кому сколько что принадлежит, далее, вы обязательно прописываете, кто сколько будет взаимодействовать, и если вы договорились о том, что, например, только вы АЛСУ работаете, а девочки, например, не работают, они только проинвестировали, вы это прописываете, и у вас претензий к ним быть не может тогда, но вы, раз вы понимаете, что вы будете там работать, вы обязательно себе за вашу работу назначаете, согласовываете с ними зарплату, оплату за вашу работу, это очень важно, потому что иначе пойдет обесценивание ваших сил, да, и ваших знаний, и так далее, то есть тут очень важно, ну, еще, конечно, надо понимать, насколько у вас единые ценности с вашими партнерами, это очень важно, да, и тут не столько триллионерская тематика, там, исламская или нет, насколько люди готовы понимать вас, слышать вас, да, прямо проговаривать с вами, прописывать все моменты, тут подбирать партнера, очень важно, чтобы вам было комфортно, ему сказать в какой-то момент, да, я с тобой согласен, и нет, я с тобой не согласен, и обосновывать, то есть договариваться, это самый крутой навык, который обязательно должен быть, если вы заходите в партнерство, отстаивание своих целей, своих задач, то есть если вы на старте боитесь, что вас эти люди как бы не поймут, я бы с ними дальше не пошла точно, то есть потом надо все просчитать, сколько, сколько кто будет инвестировать, да, сколько ваших трудозатрат там, вы сколько оцениваете то, что вы будете там проводить времени, сколько вы, если педагог, то сколько вы будете зарплату брать как педагог, готовы ли они вам платить за это зарплату, сколько вы будете брать за то, что вы будете ставить сам оффлайн бизнес, как на операционной системе, то есть все это надо просчитать, включить, обговорить, Если да, вас это устраивает, их это устраивает, тогда да, можно просчитывать и заходить дальше. Если нет, то на старте прямо я бы не рекомендовала, особенно с большим количеством инвесторов. И самое главное, когда вы заходите совместно с кем-то в бизнес, обязательно уточнить условия выхода. И если за первый год кто-то решил уходить, то это он либо уходит без всего, просто поднимает руки и уходит. И вы это прописываете сначально в вашем договоре, да, потому что первый год он самый сложный. И просто у меня был такой, например, опыт партнерства, когда у меня человек, мы зашли, первые три месяца у нас минуса, и он говорит, я пошел и давай мне мои вложенные деньги. Нет, 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 не так работает. То есть первый год вы должны прописать, что в любом случае кто выходит, он просто поднимает руки и выходит. Это очень сложный период, надломный, да, когда еще нет финансовых результатов, а еще очень много трудозатраты, очень много энергозатраты. Поэтому вот эти все моменты нужно обязательно учитывать. А, Су, я ответила на ваш вопрос? Да, Ису, да. Спасибо. И насколько важны ценности тоже, чтобы были у всех единые, да? Обязательно, обязательно, потому что, понимаете, чтобы у вас было видно, это как в брак вступать. Вот давайте прямо можно сравнивать вот нашу личную жизнь, да, с бизнесом. Вот вы вступаете в брак с партнером, вам очень важно, чтобы ваши ценности совпадали с человеком, чтобы у вас было взаимопонимание. То же самое и в бизнесе. Вы входите в партнерство, это точно такое же партнерство, когда вам нужно договариваться, где-то надо будет уступать, где-то нужно будет заявлять о своих границах и говорить, что нет, мы поступаем так, потому что аргументы такие вот, да, и ценности, они должны быть все-таки единые. Это очень важно, потому что, если для вас, например, ценности, это ваши клиенты, ваши довольные дети и родители, да, ну, например, это в вашем случае, если для вас ценности, это образованные, классные, счастливые дети, а для вашего партнера только деньги, например, да, вы уже на старте не пойдете дальше. Потому что человек будет смотреть только в деньги, да, а вы будете смотреть на реализацию, и у вас уже здесь пойдет разнобой, потому что человек будет с вас требовать финансовый результат, а у вас целеполагание вообще в другом. Поэтому ценности обязательно проговорить. Прямо, знаете, очень классно, когда открываешь бизнес, сказать, а какая у меня задача бизнеса, а какая миссия бизнеса, что я несу. И вот прямо каждый втроем сядьте в закрытую, напишите ответы, да, и потом их просто сверьте. Просто посмотрите, насколько вы думаете одинаково. Вот не просто поговорить, да, а прямо в закрытую на листочке пропишите, и вы увидите у кого что, на самом деле, внутри какая цель захода в бизнес. Если они у вас совсем разные, ну, я бы не рекомендовала туда заходить, потому что, ну, можно прямо очень в неудачную сыграть. У меня просто на самом деле большой опыт в партнерстве, и я ни одну собаку съела, честно могу сказать, именно на этом, да, у меня был и инвестор, который ногами топал и говорил, что все, год прошел, отдавай мне все мои инвестиции, да, и прямо там до скандалов. Бывали партнеры, которые на середине пути говорили, что-то как-то непонятно, пожалуй, я выхожу. А у меня там самый-самый, ну, как бы вот период надломный, то есть в бизнесе бывает такой период, когда ты не покупаешь себе, у меня был такой, честно могу сказать, у меня был период, когда я не покупаю себе домой молоко, да, я иду зарплату плачу. Потому что у меня есть ответственность перед людьми, которые приходят каждый день на работу, и они, ну, как бы на них и строится мой бизнес. А в этот момент, если тебе партнер говорит, нет, мы сейчас выносим деньги из бизнеса, ну, как бы все, понимаете, тут сразу же идет разбег очень жесткий, и сложно будет так договариваться. Поэтому у меня есть опыт, я его тоже в курсе рассказываю, много говорим в курсе про партнерство, как найти инвестора, да, как заключить с ним правильный договор, как договориться о том, чтобы всем было комфортно по итогу. Как вообще объяснить инвестору, почему он должен вложиться именно в вас, например, да, чтобы, опять же, если вы идете в партнерство со своим другом, подругой, да, чтобы это не было так, что, ну, давай, погнали сначала, а потом через месяц как бы все развалилось. Очень много таких ситуаций, когда, да, пошли, давай, 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 потом одна, например, пашет, работает, делает, а вторая там, например, влюбилась, я не знаю, сейчас придумываю, да, и вообще в другую сферу пошла, там вообще и недоработан, например, да. Вот, поэтому четко прописали, кто что делает, кто за что, в какие сроки ответственны, встречи, например, раз в неделю, каждый, там, не знаю, каждый четверг, в 10 утра, сверка часов, кто что сделал и так далее. Только вот так, на жестком тайм-менеджменте, на жестких задачах только можно двигаться в бизнесе, в партнерстве, никак иначе. Я такая сразу строгая собралась, когда говорю о бизнесе, у меня сразу меняется тембр голоса, я такая сразу, ух. Да, на самом деле, вы прям через экран передаете нам свой заряд. Я чувствую, что даже те, кто не хотел, пойдут скоро в бизнес. Бизнес – это классная, классная суперигра, вот это реально интересный, увлекательный мир бизнеса, и все, кто чувствует внутри потенциал, надо его обязательно распаковать. Это реально классно, интересно, суперско, это столько много, даже когда люди говорят, что я боюсь, вдруг у меня не получится, да. Ну, окей, давай, вот ты открыл бизнес, у тебя не получилось, но что ты поимел взамен? Огромный опыт, по-любому ты с кем-то познакомился, новые знания, новые коммуникации, что-то узнал классное, где-то какой-то навык для себя открыл, понял, в чем у тебя сильные стороны, понял, в чем слабые. То есть, а если получилось, то ты еще и при деньгах, при бизнесе, при возможностях. Ну, то есть, я всегда за то, чтобы пойти в это, реализоваться, тем более сегодня. Классные наставники, огромное количество информации, ресурсы, инвесторы, вот вы не поверите, просто очень много. Я раньше думала, ну, кто там в меня вложится, там, как это вот, ой, 3 миллиона рублей на салон, это кому вот, кто вот так, кто там решится, да, еще там 5 лет назад. Сейчас, когда я пошла в этот, вообще в историю бизнеса, вот я вчера просто познакомилась на улице с человеком, он мне говорит, слушай, мне сегодня пишут, если у тебя есть бизнес-проекты, давай зайдем вместе, я готов проинвестировать, я ищу, ищу бизнес-проекты. Их так много сейчас людей, и даже вот, когда я озвучила, что вот у нас будет такой онлайн-продукт, мне в директ мои друзья начали писать, если будут прикольные темы, пиши, мы проинвестируем. То есть, а у нас же часто бывает так, что мы думаем, ну вот, надо там, у меня есть идея, но надо денег, у меня денег нет, и поэтому не реализовываюсь. Деньги есть, на самом деле их много, бизнес-идей огромное количество, каждый уникален, и если решиться на это, вот точно при деньгах оставайтесь, точно будете богатыми, успешными, сильными, смелыми, в общем, и все остальное. Да, я хотел это подметить, что АСФЛО правильно заметил, что сейчас многие крупные инвесторы, они в России, и они ищут вот эти проекты, свежие проекты, которые будут, ну, какие-то с новыми идеями, потому что многие деньги из, ну, то, что они вкладывали в другие страны, они обратно в Россию привезли, поэтому это очень правильно. Да-да-да, и реально люди просто ищут проекты, потому что, например, люди, которые уже с деньгами, и люди, которые уже реализовались, например, в каком-то бизнесе, у них эти деньги есть, но их, ну, любой предприниматель не будет сидеть и смотреть на деньги, да, мы, как правило, хотим их реализовать, приумножить и так далее. И поэтому сейчас очень много инвесторов, и грех, просто грех сейчас не пользоваться этими возможностями. Сейчас вот, как многие говорят, что сейчас вот этот повторяющийся 96-й год, да, кто сейчас взлетит, тот взлетит, ребят, вот реально. То есть сейчас супер возможности заходить в бизнес, бояться времени уже нет. Я всегда говорю, что нет времени на медленные танцы, быстренько стартуем, смотрим, изучаем, бежим вперед, покоряем, тогда, да, тогда как бы, тогда будет супер. А сколько вы лет начали свой бизнес? В 23 года. Круто. Да, мне сейчас 33, вот 1 июля нам будет 10 лет, как мы реализовались, как нашей сети уже 10 лет. Круто, поздравляю вас. Благодарю. С юбилеем. Спасибо, очень приятно, да. Спасибо моему сыну, который все время ревел, когда родился. И мотивировал меня выйти быстрее из дома, да, потому что мне казалось, что я просто схожу с ума от постоянного детского плача. И когда появилась, когда ко мне пришел супруг и сказал, что, слуш, вот есть возможность открыть тайский спа-салон, я думаю, хоть мусорный завод, хоть биотуалеты, хоть ювелирку, хоть пекарню, хоть что, только, пожалуйста, можно мне выйти из дома? И то, что появилась такая возможность реализоваться в сфере спа, ну, это вообще просто подарок Всевышнему, в том числе, такой огромный, классный, вот. Было бы желание, в общем. Да, возможности всегда найдутся, только бы желание было и вера в себя и свои возможности. Да, 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 да. Ну, в кого нам еще верить-то? В себя и во Всевышнего? Куда еще? А если мы в себя не будем верить, кто в нас будет верить? Это точно. Мы сделали сюрприз для наших участников, мы им не говорили, кто у нас будет, чтобы они не заходили, не смотрели, но я думаю, этот сюрприз им понравится, потому что реально никто, я только один знал, какая вы, яркая, вот, а сейчас участники посмотрели, послушают, вас еще в записи посмотрят, и, я думаю, получат огромную пользу. Спасибо огромное. Я вообще супер вас благодарю за то, что вы меня пригласили, правда, для меня это очень сильно ценно. Я, хоть и там своим внешним видом не транслирую так сильно ислам, на самом деле, я его очень сильно люблю, это часть моей жизни, я очень с большим трепетом всегда к нему отношусь. И с большой благодарностью к вам, что вам действительно это интересно и что вы хотите развиваться, и если у нас есть возможность развиваться вместе, становиться счастливее, богаче, умнее, целеустремленнее вместе, это большой дар Всевышнего. Спасибо. Я за это вас очень сильно благодарю за то, что мы сегодня с вами провели такой классный, легкий эфир, мы с вами на самом деле просто пообщались. Если кому-то будет интересно зайти, познакомиться на курсе со мной, я буду очень благодарна и буду очень рада вас видеть в себя на курсе, чтобы мы с вами вместе развивались, вместе шли дальше, дружили, общались. Я только за. Да, мы тоже будем очень рады дальше с вами дружить, так что оставайтесь в нашем сильном окружении, да, и будут интересные эфиры, мы можем, в принципе, еще подумать на будущем, как их организовать. Айселу, я вам одно скажу, что у меня сейчас в окружении два человека, которые зашли в МСО, ну, с таким, да, вот, наставничеством или там с курсами, и вот из этих двух я выбрал почему-то вас, потому что я вас знаю. Сегодня мы сразу с вами списались и сразу договорились на 7 часов, я сразу написал Альфе, Альфея сразу согласилась, и все так сложилось, в общем, милостивышнего. Да, благодарю. Вот так в легкости пойдем и в бизнес дальше с вами. В легкости, в радости, и пусть все реализуется лучшим образом. Аминь. Все, спасибо огромное. До новых встреч. Благодарю вас. Саляму алейкум. Саляму алейкум.